Ну что ж, я снова всех приветствую и сегодня поговорим про еще один технический косяк, который изначально есть у всех гитаристов. То есть напомню, что то же самое козлиный вибрато, ему учиться не нужно. То есть оно есть всегда, с рождения. То есть, допустим, человек взял гитару, он гитарникой не играл, пытается сделать вибрато, сразу будет завышенная козлиная срань, типа... Это 100%, то есть сразу полезет этот хэмит, слэш и так далее. То же самое, допустим, там, бахнуть Квинтус Нестроевичем. То есть этому учиться не нужно, неважно, вы там струну не достраиваете, достраиваете. Если человек просто взял гитару, ему скажешь, типа, ну-ка, попробуй сейчас щелкнуть по струнам, там, типа, застрять в них, то всегда будет... То есть этому учиться тоже не нужно. А вот учиться именно, чтобы оно строило нормально, и при этом струну устраивать ноль-ноль по тюнеру, это да, то есть это именно база, которую придется освоить, это поиграть, там, сотни тысяч раз все эти штуки, и тогда это будет работать. И сегодня поговорим про грубое снятие пальца. Но сначала небольшой такой дисклеймер, то есть напомню, что мы здесь говорим именно про исполнительские вещи, потому что кому-то может понравиться выбор нот. Опять же, неизвестно, гитарист написал эту партию, не написал, но банальная ситуация, например, чувак познакомился с девчонкой, танцевал какой-нибудь там с ней первый танец, и звучала песня, в которой, например, соляк там написал слэш, ну, или там записал, будет точнее сказать, потому что неизвестно, кто написал ноту, он записал там партию. Пусть там все будет криво-кос, человек пока не понимает, для него это ассоциация четкая, что все, вот этот соляк звучит, значит, вот, любимая девушка, там, объятие и прочее. Поэтому, когда обсирает слэш, он начинает просто закипать, краснеет, у него там сопли из носа льются и прочее. Напомню, что здесь мы говорим не про то, что вам нравится, как гитарист носит шляпу, как он надевает какие-нибудь кожаные ботинки, а только про исполнение. Итак, поехали. Так вот, что такое грубое снятие пальца? Это вот такая проблема, допустим, человек играет какую-нибудь восходящую штуку, и сзади остается этот галимый хвост, эта бузня. То есть здесь, как бы мы круто не глушили правой рукой, потому что, естественно, помню, что любой нормальный гитарист должен чувствовать не глядя, где какая струна. Например, я хочу сыграть первую струну, да, и все остальные, я должен прекрасно понимать, где они находятся. Но, как бы мы здесь не глушили правой рукой, если палец уходит со струны грубо, но всегда будет это говно, всегда. Давайте я покажу какие-нибудь примеры из нашего любимого тухлого трива, и посмотрим, что у них это есть всегда, это параша. То есть они не умеют нормально снимать пальцы с грифа, и всегда лезет в дреснина и прочее. Послушаем. Ну вот, это ожидаемый крах. То есть здесь просто очень низкий уровень. Напомню, что есть разница между разовой лажей и низким уровнем. То есть грубое снятие пальца можно и у Гилборта где-то подловить. Там разочек, допустим, смотрим, там, не знаю, 5 часов видео, и где-то разочек он там раз пукнет, сыграет, типа... И такая штука вылезет. Ну, это будет там на 100 раз, может быть, 2 раза, может быть, 3 на 100 подобных ситуаций. А условно всяких там слэджи, хэммитов и прочих вот этих вот низкопробных исполнителей, даже не то, что низкопробных, а, можно сказать, около нулевых исполнителей, у них, ну, из 100 раз, может быть, один раз будет случайно, может быть. Но я, честно говоря, такого не видел, то есть с них все время срань лезет. Но в теории, вероятность, может предложить то, что где-нибудь там, может быть, разочек подскочит нормальный. Так вот, как это лечится? Здесь нужна, естественно, нормальная концентрация, усидчивость, спокойствие и, конечно, желание это сделать. Потому что если человек готов играть с такой сранью или просто не слышит ее, то есть, может сказать, типа, у меня похер. На самом деле, как правило, человеку не похер, он просто понимает, что все говно, но понимает, что надо сидеть, там заморачиваться и поэтому сливается. Так вот, значит, самое главное, опять же, напомню, что прижимаем мы именно кончиком пальца. Сколько уже этих баттлов по поводу чем прижимать и прочее. Банальный пример. Я напомню, что я дал слово не упоминать чуваков из нижнего гитарного нета, поэтому не буду говорить ник, но просто я видел какой-то чел, который, типа, вот на мне пытается хайпиться, какие-то снимают там видосы про меня. И он, типа, стал спорить по поводу чем прижимать, там, кончиком или не кончиком. И говорит, сейчас я докажу, что минусов нет. Говорит, вот, смотрите, типа, он сказал, что когда делаем слайд, нота жухнет, когда мы прижимаем, типа, вот так вот, а вот так не жухнет. И сам показывает сразу, говорит, вот слайд такой, типа, зажимает правильным местом. У него слайд, конечно, все равно говно, потому что, ну, просто техника совсем слабая, но хотя бы звучит там что-то более-менее. Когда он пытается сделать слайд вот так, нота и тонет в болоте, как старый осел То есть это сразу, дальше можно видос не смотреть, потому что человек уже прокололся на первой позиции Поэтому напомню, что прижимаем мы всегда именно кончиком пальцев, чтобы у нас была такая вот балерина, нацыпочка, которая ходит Это очень важно, потому что если мы прижали, допустим, мякотью, тем же самым мизинцем, струна съехала, вот с такой позиции чисто не снять никак То есть всегда будет гарантированно, когда выбирается палец, вот такая штука То есть это всегда Эта бузня будет откладываться, а вот так будет получаться чисто, потому что я палец аккуратненько оп и убираю вперед То есть я самым кончиком держу его и убираю вот так вот В плане отработки, конечно, это геморрой То есть веселья мало, это скучно, нудно, но делается так То есть сначала мы, получается, струну успокаиваем так, чтобы она вернулась в свое исходное положение Вот так вот над грифом, не знаю, там видно, не видно, должно быть, по идее, видно И только потом убираем палец Если мы попытаемся дернуть сразу, типа, говно, ничего не получается, всегда будет бузить То есть гитара будет наказывать, будет говорить, типа, что ты какой-то нетерпеливый, что ли? На, получить-то тебе сраню И все, то есть здесь получается вот так вот оно работает Поэтому медленно, спокойно отрабатываем Те же самые, допустим, арпеджио Вот там был пример, где лайха пытался играть какой-то свип И он напорол везде То есть там просто каждый палец буквально И в конце еще какой-то Вот этот То есть еще и дикий рассинхрон То есть левая справа рука разъехалась Поэтому вот такой вот кошмар Сейчас у нас небольшая рекламная пауза Если ты весь день высекал на гитаре Убирал пожухлый хлеб и козлиный вибрато из своей игры Но вечером хочешь немножко отдохнуть и пообщаться в кругу динамышленник Сопереживать каждой смертью Надо ему ноги скосить, скосить ноги Вот сделать его просто храну нахрен полностью Все, нет, нет, все, помер, помер Все, помер, собака заразная Чертова хрень Радоваться победам Даааа Все, закурила Трио Падрида Просто закурила Сука обглотанная Вздох, не здесь Прям чертов хренов царь крыши Тогда подпишись на дополнительный канал Фред Гитарист Ютуб.ком слэш чупстример И поиграем вместе Ну и в конце небольшой практический пример Сыграем такую фразу, допустим То есть в такой фразе условный, там, слэш, хэммит Или любой другой новичок, любой ученик начинающий На пароле бы минимум четыре раза То есть сыграли бы Эта вот херня Она, естественно, бы всю фразу просто засралывает То есть это такая вот ее легкость, воздушность Немножко такая вот полетность фразы А тут же бы упоролось за счет вот этих вот дреснины То же самое любой арпеджи, допустим, там, минорчик просто Вот, сразу понимаете, да? Кто-то может сказать, это стиль лайха Нет, это не стиль лайха, это стиль новичка То есть это есть изначально у всех Вот этот вот Этот звук, опять же, получается, он ничем больше не убирается Даже там, если резинку поставить, вот Все равно Вот это вот чавканье, хавчик Все равно не поможет никак Поэтому нужно просто убирать палец аккуратно Так как я до этого показывал То есть ослабляем страну и потом убираем именно вперед Ни в коем случае не по диагонали, а ровно вперед Поэтому как-то так Сегодня еще одна новая такая порция Правда, благодаря на гитаре Напомню, что Это все работает То есть я вижу то, что люди говорят Типа, спасибо огромное Прочисти луши Прокачал То есть я тут революцию устроил Что люди раньше слушали Думали, что если студийка Значит там круто Если гитарист известный команд Значит он крутой Были какие-то там разовые голоса Типа, там, вот Хэммит плохо играет Но это все как бы не массово Я, слава богу, смог это сделать массовыми временами То есть люди стали слушать и понимать Да, вполне возможно, что я, например Человек может про себя подумает Что вот он сидит дома, играет И играет круче, чем тот же самый там Хэммит Который играет там типа на стадионе То есть бывают разные ситуации Бывает там где-то что-то подфартило кому-то Бывает что-то, еще что-то Опять же того же самого Хэммита Говорят, взяли, что у него какая-то аппаратура хорошая была Ну, в общем, по-разному ситуации бывает Слэшер, по-моему, какой-то поднюсер Куда-то там продвинул Ну, в общем, это не важно Важно то, что здесь канал про владение инструментом Поэтому здесь говорим только про это А не про то, что где там кто кому попу вылезал Или что-то еще кому-то понравилось в шоу-бизнесе Это здесь абсолютно не важно И к тому же это очень часто тайны, покрытые мраком Поэтому играть намного круче слэша Можно реально за несколько месяцев Это совершенно нормально И круче там Хэммита и так далее И круче, чем Лайха Ну, круче, чем Лайха, может быть, там года за полтора Можно учиться играть И легко его в хламину вынести Поэтому как-то так Напомню, что здесь на канале уже более 70 уроков Об игре на гитаре Только правдивые То есть все по-честному Есть плейтру без фанеры То есть я это уже много раз доказал на стримах Абсолютно честный плейтру К тому же напомню, опять же Банальная предъява Что якобы я играю кое-как А потом как бы на это записываю сверху Там отдельные дубли какие-то получше Она тут же разрушается Потому что человек сыграл кое-как То пальцы не попадут Малейшая ошибка, допустим Ноту не ту взял, еще что-то Просто левая справа И сразу будет видно на видео, что человек не попал Поэтому когда человек реально фигарит И видно, что оно как бы совпадает Значит, он уже, можно сказать, сыграл И к тому же, опять же, я показывал на стримах И вот эти вот хом-видео Где видно, что я, типа, там матерюсь Когда дубль просрал Бля, сука! Дерьмо самое, сука! То есть и дальше идет целиковый полный дубль Это была бы слишком, может, наверное Какая-то теория конспирации Что я заготовил хом-видео На которых Арума там, когда там ошибся А потом играет целиковый дубль Ну, короче, это пипец Это просто нелепая чушь Поэтому, в общем, всем спасибо за поддержку И подписывайтесь Скоро продолжим Всем пока!